сатнам друзья всем привет всем доброго времени суток секунду я подключаю светлану подключу светлану да привет добрый вечер всем добрый вечер добрый вечер всех рад видеть слышать ваши сердечки ваши аватар очки очень здорово мы сегодня очень плодотворно по беседам затронем очень важные темы важнейшие темы нынешнего дня эпоху перемен изменений как быть как нам быть в это время и есть решение той ситуации который мы все с вами находимся а напишите как вы меня видите слышите все ли хорошо вот светлан у нас крупным планом светлан ты подключилась у тебя ковер как будто ты нам показываешь да да я вот с техникой сегодня прям у меня на вы одно включится как будто вообще телефон живет моей жизнью своей жизнью да точно ну хорошо что у нас все получилось ребят напишите пожалуйста как все видно слышно я так себя не слышу эхо нету как в прошлый раз уже хорошо уже прекрасно да всех рада видеть чувствовать да татьяна огонечка приветствовать все супер отлично ну что тогда начнем тогда начнем и уже я в двух словах сказал даю слово светлане чтобы она сказала о чем будет наш сегодня эфир чем она сегодня поделится ну ты уже представил нас двоих да алик мы сейчас анонс анонс сначала того что что будет как бы наш план а потом уже мы представимся и потом уже расскажем все мы затронем тему мы затронем тему время глобальных перемен как вообще жить в это время как отпускать то что тормозит да потому что все очень быстро меняется и такая зона турбулентности она можно сказать не заканчивается да и эфир как раз будет посвящен очень актуальной теме как найти стабильность да может быть какую практику мы конечно поговорим об этих инструментах делать какую-то настройку да как вообще вот где опора да и так же очень часто вот на классах на консультациях спрашивают как сделать правильный выбор как как сделать как его почувствовать как его найти да кто может сказать правильно или неправильно очень часто тоже этот вопрос звучит как раз мы об этом поговорим конечно оставайтесь с нами завершение эфира вас ждет прекрасная медитация медитация соединяющая с потоком процветания изобилия всех возможностей потому что возможности это всегда двери которые открыты перед перед каждым просто как-то почувствовать опять же как-то найти вот об этом сегодня наша встреча и конечно о том что предверие нового потока вот это об этом Олег расскажет Олег продолжишь нового цикла обучения да у нас каждый год мы стартуем в новое путешествие приглашаем всех желающих на наше обучение тренинг выходного дня международного учительской программы учительского тренинга нашей школы Амритнам Саравар это очень особенное обучение так как оно соответствует духу учения и программа постоянно живая она пересматривается и живет живет вот ну конечно мы расскажем о том какие особенности тренинга выходного дня когда он начинается и как он самое главное как он может быть полезен в вашей жизни как он может поддержать всех нас на этом в этом моменте вот этой вот ускоряющейся турбулентности как вот все знают что Вселенная она расширяется и расширение ее с постоянным ускорением вот мы с вами друзья живем в такую эпоху в такое время когда это очень проявлено что вот скорость жизни в жизни ускоряется очень быстро процессы начинают происходить это с одной стороны очень хорошо и прекрасно а с другой стороны это сильно ложится на нашу психику и на наш вот на наш ментал на наши тонкие поля и нам нужно что-то чтобы помогало нам проявлять свою высшую природу не закапываться в делах мирских и вот всех заботах и суете и расскажем как программа может вас поддержать на этом пути давайте я сразу представлюсь и потом передам слово Светлане меня зовут Олег Макаров духовное имя Дживан Сингх я занимаюсь кундалини йогой практиками медитации 22 года из своих 44 ровно половина из них 20 лет профессионально преподаю и делаю это прямо по зову свое сердце с большой любовью удовольствием благодарностью делюсь этим и у меня не было идеи быть преподавателем йоги так произошло что я стал преподавателем йоги и все это время с большой такой самоотдачей тружусь на этом поприще самореализации с одной стороны и так же это профессия или как ремесло сказать что ли да это помогающая профессия вот и эффект от нее может быть проявлен в жизнях других людей и это очень и очень ценно для меня я это очень ценю я являюсь основателем федерации йоги города москвы и руководителем учительских тренингов в нашей международной школе в формате выходного дня о котором мы сегодня поговорим также вожу йогу тур по всему миру буду рад вас видеть в любом формате на всех своих мероприятиях саднам это я для тех кто может быть не знает вдруг кто-то есть с кем мы не знакомы будем знакомы я тоже рада знакомству но Светлана Цивилева духовное имя Сириакал проводящая мягко через трансформацию помогающая и поддерживающая на пути изменений на пути перемен тоже тоже больше двадцати я в кундалини йоги и когда пришла почувствовала что я дома почувствовала что мое сердце ждало этой встречи очень рада работать в такой дружной очень поддерживающей энергии рядом с Олегом рядом с той командой которая всегда поддерживает идет по пути и особенность нашей школы в том что мы открыты изменениям каждый тренер обучается обучается чему-то привлекая новые инструменты как в свое время делал йоги баджан как делает карта и он передал нам вот эту возможность просто быть открытыми потому что если человек все знает то он закрывается от обучения а если он закрылся то в наше время можно сказать что жизнь остановилась да что он умер поэтому особенность нашей школы то что мы всегда на волне этих перемен мы всегда подхватываем эти перемены открываемся и познаем новые инструменты которые естественно вкладываем в тренинг инструменты для работы не только с физическим телом которое очень важно да чтобы мы занимались чтобы заботились о своем теле но также и для работы с сознанием да тело отражает именно сознание человека если тело гибкое наполненное значит такое же и сознание если тело заболело это уже какая-то первопричина которая кроется в сознании и вот помимо кундалини йоги я консультирую преподаю универсальные целительные лучи которые также находят первопричину да какой-то затор затык которая разрешает проблему и конечно это отражается на жизни человека и отражается на физическом теле вот я пошла в то чтобы помочь человеку каждому человеку кто обращается найти первопричину затык там где энергия не протекает свободно отлично спасибо ну что давай начнем тогда обсуждать вопросы сегодняшнего да да конечно мы пройдемся по вопросам и также попросим ребят написать те вопросы которые интересуют их вот чтобы мы в конце ответили вы можете сейчас писать и в конце мы ответим да добрый добрый день всем кто присоединяется всем кто смотрит в записи тоже всем большой привет да у нас был вопрос про время наверное я с него начну время перемен что это за время и почему вдруг оно так неожиданно нас настигло на самом деле наши души пришли в то время когда менялся цикл менялась эпоха да то есть закончилась эпоха рыб которые принесла какие-то уроки человечеству да каждая эпоха длится 2160 лет примерно и этот цикл завершён и началась эпоха водолея она принесла совершенно новые уроки как вы заметили каждый год у нас идут какие-то изменения и вот эпоха водолея она открыла такое пространство прям очень мощное да соединение с духом очень много людей в 2012 году когда вот уже переходный период проходил пришли на тренинг и впервые такое количество было как 145 человек вот то есть практически в два с половиной раза увеличилось количество людей это уже были предпосылки что люди развернулись к духу да почувствовать вот как раз тренинг дает возможность людям именно пробудиться именно почувствовать что есть что-то за пределами физического тела что есть что-то что связывает конечное и бесконечное и это что-то это как раз и активация связи с душой вот раньше это происходило только в пространстве мастера а сейчас это может происходить просто на классе когда вдруг человек почувствовал просто радость просто счастье он почувствовал себя по-другому радость просто видеть этот мир и мир не поменялся поменялись внутренние ваши настройки это говорит о том что пробудилась душа пробудилась душа и уже не будет иначе да все будет по-другому вы начинаете видеть этот мир совершенно иначе с какой-то радостью восторженностью какую-то тайну как будто вы приоткрыли эту тайну и эта тайна стала вашей так и происходит вот пробуждение так и происходит именно активация тела души да и часто люди пройдя это они начинают изучать а как по-новому да и вот как раз тренинг он помогает ответить на очень многие вопросы которые возникают именно через ум потому что мы привыкли к тому что ум говорит и подсказывает нам все время но что-то очень тонкое что-то очень хрупкое возникает помимо ума это вот та тишина которая и приносит голос души так как же как же установить эту связь как настроиться на энергию своей души и соответственно почувствовав и настраиваясь вы все больше и больше понимаете куда идти понимаете как распознать свое предназначение то есть эта настройка как раз на энергию души происходит лучше всего утром и вечером да когда мы останавливаемся либо когда настраиваемся на день и именно положив ладошки на сердце мы можем пригласить пригласить свою душу в этот день да душа моя делает вместе со мной призвать энергию души в храм своего сердца и начать разговаривать начать устанавливать этот тонкий контакт который при взаимодействии ну как бы тоненький такой ручеек да это взаимодействие будет расширяться все больше и больше потому что вы будете вкладывать туда свое намерение вы будете вкладывать туда свою энергию и начнете чувствовать что хочется что по-настоящему хочется что по-настоящему радует вас вот этот момент и это может быть совсем не то что говорит ум вот и когда это происходит то жизнь кардинально человека меняется и может быть Олег расскажет вот свой опыт как это происходило у него когда проснулась пробудилась душа у меня есть такой опыт я сейчас им поделюсь когда ну наверное двумя опытами я поделюсь два у меня значимых события которые собственно говоря инициировала практику кундалини йоги первое это было знаете как такое вот прикосновение что ли да когда вот меня затронуло кундалини йога когда меня затронуло я как сейчас помню это было уже там более там 21 года назад и кундалини йога я не сразу ее понял то есть я не понимал зачем все эти позы какие-то мучительные долгие мне было сложно сидеть и было не очень понятно но продолжая заниматься была садхана приезжал наш учитель садхиаврати йоги карта синх вот я помню что был зал и мы сидели и на четвертой мантре на четвертой мантре садхиакал вдруг у меня как слезы из меня начали литься я еще думал что-то странно почему я плачу ну почему у меня текут слезы причем это слезы какие-то не потому что мне там жалко или грустно или смешно бывают слезы они какие-то были очищающие и это настолько было трогательно вот этот момент что вот до сих пор вот эта мантра ее исполнение является одной из самых моих любимых потому что не возвращает меня вот к тому к тому воспоминанию вот этого импульса который я получил и у меня что-то тонкое во мне откликнулось вот так я бы сказал что-то тонкое откликнулось это вот первый был опыт когда вот меня проняло от кундалини йоги это было именно на садхане и на обычный класс рано утром на садхане вот и второй момент когда я учился на втором уровне я ездил во Францию к учителю туда на месте учился у него во шраме вот и прямо на первом модуле у меня была там одна медитация которая как будто бы загрузила внутрь меня какие-то новые идеи причем у них было три этих идеи и прям три штуки у меня прямо оно как встроенность и они были неожиданны для меня самого и на самом деле реализовав все их три все третьих идеи реализовав их я понял что вот эти вот действия они привели меня к какому-то расширению в моей жизни вот не буду все три рассказывать но одна одна из идей собственно говоря была создать тренинг выходного дня у меня прям это прям вот так вот раз так как сверху я не думал об этом знаете бывает что в медитациях там какие-то мысли посторонние могут возникать и мы можем о чем-то думать вот я вообще не думал у меня прям так раз так внутрь меня как будто это зашла информация и я прям сразу не отходя так скажем практикую безотлагательность так как мастер был прямо передо мной я после медитации подошел предложил ему вот эту идею сделать он ее одобрил и вот спустя три года мы запустили тренинг выходного дня это удивительно но это именно кундалини йога меня подтолкнуло так инициировало меня к созданию вот этого формата обучения так что у меня вот два таких очень значимых события которые вот именно вот с тонкого уровня пришли ко мне здорово на самом деле друзья так и происходит да и вот эта вот связь с душой с духом с высшим я то есть высшее я это такая путеводная звезда которая появляется на небосводе когда душа приземляется да то есть нас всегда ведут на тонком уровне учителя наставники поддерживают очень очень любят то есть мы никогда не остаемся одни и когда действительно человек открыт открыт абсолютно искренне то и происходит вот этот инсайт как мы называем да у меня тоже происходили такие вот озарения вдруг раз как будто вот загрузка прошла это вот как раз когда стихает низший ум как мы его называем такой активный да и он сонастраивается с высшим то приходит именно та истина та мудрость которая и ведет нас поэтому свои утренние настройки просто приглашайте высшее я и слушайте слушайте то можно задать вопрос можно просто выразить намерение что вы хотите и вы всегда будете услышаны это удивительная алхимия когда действительно с высшего уровня приходит то знание то мудрость которая является истиной и нету вопросов делать это или не делать и вот как раз вопрос как распознать когда говорит душа и когда говорит ум когда говорит душа или высшее я то есть наше бесконечное мудрое истинное суть суть соединяющая нас с богом соединяющая с творцом то эта идея которая приходит этот инсайт не вызывает никаких сомнений вот вы знаете но когда говорит ум то здесь сомнения есть и ум начинает доказывать он начинает уговаривать то это все таки от ума но если пришло и коснулось вашего сердца вы это не потеряете никогда вы почувствуете резонанс вы почувствуете вот этот отклик в своем физическом теле и следуйте ему слушайте это очень великая ценность да наладить вот эту связь с душой с духом и с высшим я здесь следующий вопрос как узнать правильно я делаю неправильно вот я как раз на него ответила что если душа отвлекается и можно сказать такая совсем тихая радость внутри то значит это так еще хочу добавить что нет правильного и неправильного потому что мы все проходим свой опыт это является ценность то есть даже если вы пошли исследовать этот вопрос и потратили больше времени да чтобы познать чтобы ничего страшного в этом нет вы отклонились от своей дороги и пошли в лес немножко поплутали то все равно вы выйдете на дорогу потому что вы получите свой ценный опыт то есть уважайте почитайте тот опыт который приведет вас к источнику который приведет вас к цели поэтому почитаем уважаем этот опыт и весь опыт он является ценным он является как раз тем сокровищем которые есть у каждого человека вот я вот еще хотел добавить что очень важно уметь слушать чувствовать свое тело потому что наше физическое тело оно самый верный нам друг на этом пути на пути жизни самый верный друг это наше физическое тело когда мы занимаемся кундалини йогой когда мы практикуем регулярно системно и идем в практику глубже мы автоматически утончаем свою сенсорную систему и обратно и вот эта вся вот эта связка состоящая из там наше тело энергии эмоции ум и душа пятерка физика энергия эмоции ум и душа и вот эти все пять наших оболочек они начинают объединяться и такая происходит интеграция в том плане что ну как бы они так интегрированы все в одном просто такая связь между оболочками появляется более распознаваемая что мы можем улавливать более тонкие наши запросы и потребности потому что ну например потребности физического тела сложно игнорировать но когда мы хотим например сильно в туалет это сложно ну пропустить потому что если мы этого не сделаем то ни к чему хорошему это не приведет и вот эти потребности они ощутимы потому что они самого грубого порядка вот но есть еще потребности более тонкие тонкие и вот то о чем мы сегодня говорим о потребности нашего самого тонкого нашего плана нашей души нашего высшего я и когда мы практикуем и занимаемся вот эта связь вот этот такой взаимообмен потребностями запросами он происходит и традиция кундалини йоги она чем отличается тем что она говорит что мы можем удовлетворять все потребности всех наших оболочек и тонкого и грубого и наших эмоций переживать разный богатый спектр эмоций проживая свой человеческий опыт это вот я добавляю насчет того как распознавать слушать свое тело иметь свой способ распознавания ощущений в теле телом всегда подсказывает ну где-то начинает зажиматься где-то мы начинаем или можно даже заболеть когда чего-то мы не хотим делать не можем себе в этом признаться вот и практикуем мы успокаиваем свой ум и налаживаем вот этот контакт с нашим телом связь и по поводу второго момента что хотел тоже отметить что опыт даже если мы идем не так скажем не самым прямым путем к нашей реализации а идем как в обход знаете такая поговорка такая русская если умный в гору не пойдет умный в гору обойдет и тут неизвестно какой путь лучше ну например прямой путь он более короткий например на вершину да вот бывают извилистые пути можно вообще перекатами ползком можно ползти и каждый выбирает в своей жизни свой какой-то путь и нельзя точно сказать что это вот правильный путь а это неправильный все верно это опыт и ценность в опыте и в распознавании этого опыта не как проклятие люди часто бывают что с ними что-то случается и они говорят вот черт возьми вот там все плохо там это здесь не так это не то и тем самым они отказываются от ценности опыта ну то есть они окрашивают это каким-то своим узким пониманием но потом например проходит двадцать лет или тридцать но так же часто бывает что мы сейчас вспоминаем как мы в школе там что-то мы переживали волновались там кто-то на нас так не посмотрел или посмотрел или кто-то подумал в школе вспомнить да это же там целая травью комедии в том возрасте очень все как-то травимо было а сейчас мы смотрим и думаем боже мой детский сад что переживать было вообще то есть ну это просто ерунда было вот и так же и здесь что мы часто вот окрашиваем каким-то негативными чувствами эмоциями то что происходит отметая самоценность того что с нами происходит вот и быть открытому новому опыту это большое дело в нынешнюю эпоху в нынешнее время открывать свое сердце открывать себя свое пространство для того чтобы жизнь а жизнь она гораздо мудрее чем наш ум вот она дала нам то что нам нужно вот то что нам нужно это часто бывает что мы что-то хотим то что мы хотели бы но жизнь она не дает то что мы хотим не всегда если она расходится тем что нам нужно она будет давать нам конечно не то что мы хотим а то что нам нужно мы можем сопротивляться и ну так нет нет это не ко мне посылка бандеролит заберите это не со мной что это за какая-то ошибка какая-то друзья нет все что происходит с нами в жизни все вызовы которые у нас есть в жизни они являются нашими благословениями это те уроки пройдя которые мы вырастем и духовно и эмоционально и ментально вот это очень важно как бы практиковать вот такой подход осознавая свой жизненный процесс открываться тому опыту который с нами происходит и не отворачиваться от него не отрицать его даже если он сложный даже если тяжелый ситуация в мире очень напряженная очень тяжелая вот но это как такое как переход на новый уровень когда мы переходим на новый уровень то что-то начинает старое отваливаться поэтому нужно правильно распознавать процесс и быть благодарными да согласно вот абсолютно с Олегом и хочу добавить из своего опыта то мантра за что мне это лучше поменять на то чему я могу обучиться через этот опыт потому что когда мы чему-то научились чувствуем себя комфортно то как бы божественный промысел божественный план это расширить поэтому нас мягко или жестко из комфортной зоны выталкивают давая возможность научиться чему-то новому поэтому если приходит новый опыт вот для себя я отметила такой девиз плохой хороший жесткий мягкий чему я могу научиться потому что в каждой такой ситуации есть познавательное зерно оно не сразу видимо но потом вы понимаете да про что это чему это дает возможность обучиться расшириться и это становится уже для вас несложным хотя сначала ум говорит ой я не справлюсь вот это дает возможность познать и расширить да а процветание как раз медитация мы будем делать на процветание это всегда расширение это возможность видеть новые возможности которые есть на самом деле всегда то есть вы процветание это когда сознание да расширяется и обучение происходит вот вот а на самом деле наша планета планета земля это планета школа где каждая душа пришла чему-то поучиться и если мы рассматриваем с этой точки зрения что моя душа пришла и выбрала научиться этому опыт то совершенно то есть эта дверь открывается мы понимаем что мы в школе мы учимся и мы унесем это с собой то есть наше сознание расширяется и это будет чем-то новым и мы возьмем это с собой да в этой жизни или в другой то есть обучение связано с тем что с познанием с любопытством и с возможностью расширяться да и у нас как раз на программе обучения на международном учительском тренинге как раз мы все время весь вот этот процесс это путешествие мы все время учимся чему-то новому и это не только академические знания ну как вот в книжке да это все конечно очень важно но еще также важно поддерживать свое состояние и быть открытыми к тому что происходит и вся программа она все из модуля в модуль она направлена на то чтобы если кстати вот раньше там буквально еще может быть пять лет назад то в нашей школе был такой девиз что мы создаем учителей и акцент был на то чтобы сертифицировать преподавателей присылать им статус вот то сейчас наша программа она называется пробуждение учительский тренинг первого уровня и он больше направлен на то чтобы человеку дать возможность обучиться не только академически но и обучиться быть с собой в мире быть с собой в гармонии все время открываться и впускать в себя вот этот новый опыт и все время обучения мы вот как раз акцентируем на трансформации которые проходят у участников с любовью бережно проводя их из модуля в модуль и видят знаете как интересно что сейчас у нас в пятницу начнется первый модуль выходного дня в пятницу вечерний будет большой круг мы все сядем вот и так интересно наблюдать что люди они придут такие вот немножечко ну из тех кто но новые студенты они не очень знают что предстоит какое путешествие такое волнение немножко напряжение немножко смятение что сейчас будет как сейчас нас тут будут мучить вот и такие немножечко напряженные лица но вы не представляете что будет происходить с этими лицами из модуля в модуль что они будут расплываться глаза открываться и изнутри будет вот эта теплота вот это какая-то искренность какая-то выливаться вот этой энергии создавать вот эту неповторимую вот я это может пафосно конечно звучит такие знаете слова там уникальные просто вот неповторимые действительно так что на модулях учительского тренинга создается очень особая атмосфера очень-очень особая атмосфера наполненная доверием наполненная поддержкой наполненное стремление к знаниям заботой работой открытие чему-то новому трансформация опыта и такая знаете возникает теплая атмосфера семейственности когда мы все друг с другом начинаем быть очень искренними вот семья она отличается тем что люди очень близки друг к другу и они могут быть искренними друг с другом вот так же на модулях создается вот эта энергия и пространство атмосфера в этой теплой искренней семейственности которая очень ценна в наше время окружить себя теми людьми которые разделяют наше мировоззрение часто ведь друзья бывает же так что человек начинает заниматься и он становится как такой белый вороной ну или там предметом интереса на каких-то мероприятиях его там спать что ты больше не пьешь там или что-то не ешь там что-то редко начал появляться и так далее и вот это повышенное внимание оно конечно как испытание прекрасно вот но часто оно нас где-то болезненность нам может совершить когда наши близкие самые родные люди не разделяют нашего увлечения вот и очень важно иметь круг общения который был бы ресурсом поддерживающим поддерживающим когда мы знаем что есть люди которые вместе с нами смотрят в одну сторону занимаются одним делом и мы находимся с ним в одном потоке это очень ценно это очень ценно вот быть в своей стае своих душ которые вот они где-то вот близки это очень важно и вот на тренинге мы как раз отмечаем что это атмосфера не мы ее создаем она сама создает все участники то есть не мы тренеры ее создаем она сама создается и нашими усилиями и усилиями мастера который создал эту линию передачи это особая энергия которую также вот на модулях вот можно прочувствовать дух учения и дух школам ритнам сарават вот мы уже вначале сказали что это очень особенная атмосфера и очень особенный дух наш учитель называет это методология вот и он нам ее передал мы с большой благодарностью несем эту методологию сверяясь с ним все время с ним на контакте вот так чтобы он нам давал такую поддержку и опору вот в этом во всем как учитель как мастер участники также создают эту атмосферу своим вкладом своим участием своим намерением с которым они пришли и своей работой которую они производят прямо на модулях вот я даже так назвал что модуль это такая как лаборатория то есть мы приезжаем туда и начинаем процессы такие алхимические совершать так немножко добавим этого немножко этого и все начинает закручиваться все начинает приходить в движение и все застои заторы жизненные они начинают циркулировать это очень важно в этот момент иметь поддержку и иметь тех кто может подсказать что с вами происходит и у нас в команде шесть опытных преподавателей которые как раз вот каждый он своим вниманием своей энергией своей какой-то уникальностью харизмой вот он поддерживает весь этот процесс из студентов которые проходят процесс трансформации и когда начинается там например какая-то перестройка то могут быть так турбулентность и это в этой турбулентности важно иметь кого-то кому-то можешь обратиться и тебе могут подсказать что происходит ну как успокоить успокоить все нормально рабочий процесс двигаемся дальше вот такая давайте посмотрим какая у вас практика может быть что-то в практике поменять что-то добавить что-то убрать и вот это внимание нас тренеров студентов очень важная часть и есть много разных форматов обучения но вот если сказать про тренинг выходного дня у нас кстати с прошлого года два удобных обучения формата обучения в формате выходного дня это онлайн программа и очная очная программа они взаимозаменяемые если например вы обучаетесь очно пропустили какой-то модуль вам не обязательно ждать следующего года как это было раньше вы можете пройти онлайн и потом вернуться некоторые у нас вот кто-то часть модулей очно проходит и часть онлайн но все-таки конечно же онлайн это компромисс естественно что живая энергия живое участие оно в разы превосходит эффект хотя в результате все получают пройдя все модули сдав все необходимые требования все получают сертификат он один и тот же вот но очный формат его наполняет больше вот этим живым присутствием поэтому если вы хотите прийти на онлайн мы очень рекомендуем вам приехать хотя бы на один модуль очный чтобы почувствовать вот эту атмосферу которую потом вы сможете создавать ее в своем личном просто ну конечно если вы там нигде на другом конце земли находитесь и вам чтобы приехать к нам можно неделю добираться ну так разное бывает сейчас тем более затруднительные перемещения там если посмотреть в мире там да самолеты крюки делают вот и поэтому у нас есть два формата очный и формат онлайн программа состоит из шести модулей выходного дня и они распределены с сентября вот начало у нас первый модуль у нас будет в эту пятницу то есть через три дня вот кто еще думает решайтесь мы приглашаем вас в это путешествие приглашаем вкусить дух кундалини йоги и школы амаритнам саравар вот вкусить его и это что-то очень такое очень трепетное очень глубокое и очень такой трансформирующий опыт вот когда мы вот этот улавливаем этот вкус и начинаем распознавать его его прелесть его вот вот тонкость духа учения вот и вот эти шесть модулей они распределены в течение года с сентября по июнь и между модулями у нас домашнее задание сорокодневное и особенность тренинга выходного дня в том что он вот за счет этой распределенности информация во первых академическое ну вот знание про то как устроена кундалини йога вот кто-то для многих это может быть что вот учительский тренинг я не хочу быть учителем это не для меня вы знаете у нас большая половина людей переходит без запроса быть учителем и многие потом кстати ну не многие но часть из этих людей потом начинает становиться учителем как то вот как и я когда я пришел у меня не было запроса вот но также многие идут для того чтобы свою практику настроить систематизировать ее привести ее в такой регулярный режим выйти в ней на новую глубину достигнуть новых каких-то да результатов через практику для кого-то важно понимание практики это вот как раз академические знания и в формате выходного дня они очень благоприятно усваиваются идет модуль разбираются определенные темы не сразу все в один модуль разбираются определенные темы у нас обычно на модуле их три где-то основные темы разбираем вот и вот это время между модулями полтора месяца оно для того чтобы человек усвоил академичные знания но как-то уложилось все по полочкам знаете наверное скорее всего что Александр Куликова когда он у нас на модулях участвует но это просто если вы не были на его лекциях это невозможно передать это такой просто поток информации знаний каких-то терминов и каких-то фундаментальных вещей о которых он очень просто рассказывает вот но у него такой очень плотный поток и не все сразу могут усвоить это поэтому вот это время между модулями оно очень благоприятно влияет на усвоение академического знания понимания чтобы обрести понимание с одной стороны а с другой стороны модуль всегда достаточно интенсивная практика такая достаточно энергичная и после модуля чтобы вся вот эта энергетическая информация она могла усвоиться и успокоиться то есть как если мы еду едим и нам нужно какое-то время ее переварить чтобы быть готовым к новой порции вот так же и модули выходного дня мы на модулях так чуть-чуть покушаем покушаем новую информацию употребим и ее усваиваем делая домашние задания у нас 40 дневки поэтому если вы хотите практику свою сделать системной будьте уверены на 10 месяцев вперед мы вам это обеспечим у нас есть на это план вот у нас есть все необходимые знания и дело только за вами что вот для того чтобы принять участие раньше у нас были более строгий отбор какое-то время практики сначала шести месяцев что не меньше шести месяцев нужно заниматься регулярно чтобы попасть на тренинг потом мы сделали три месяца и сейчас мы приглашаем всех кто хочет в кундалини йогу даже прямо с нуля с нуля погрузиться мы даже открыты и в таком случае потому что еще раз повторю это связано не с тем что мы нацелены на то чтобы учителей на долине йоги стало больше а на то чтобы процессов трансформации в этом мире создание красоты создание новых каких-то возможностей в жизни человека стало больше и мы вас приглашаем шестнадцатого сентября стартует новое путешествие вот новый виток новый виток на который мы будем рады вас принять у нас есть места в этом поезде в этом поезде в этом круизе который отправляется в сентябре у нас есть места именно для вас если кто-то еще сомневается именно для вас у нас припасены места которые давно уже ждут когда вы решитесь когда вы преодолеете все свои преграды сомнений и к нам придете вот так что решайтесь и будем рады будем рады провести вас через этот опыт невероятный и создать в вашей жизни разницу вы сами создадите мы вам просто покажем как это делается на самом деле вот эти знания сакральные знания как бы знает наша душа да и она изначально это знает и когда вы соприкасаетесь с этим вы как будто вспоминаете как будто уже то что знает ваш дух ваша душа вот и все больше и больше жизнь выравнивается с божественным планом да все больше и больше идет понимание законов вселенных на самом деле программа устроена настолько мудро и настолько как будто вы заглядываете в те комнаты в которые есть но вы не заходили в них да вы осваиваете именно то что уже давно было в вашей жизни но вы просто не осваивали вы не заходили в это пространство и вы знакомитесь с тем что вы когда-то слышали может быть это вам отрезонировало и когда вот этот резонанс возникает да вы чувствуете мне туда но даже ум не может объяснить почему это говорит о том что послание идет от сердца к сердцу так и происходит да то есть именно сердце откликается именно душа резонирует в том что мне туда я хочу попробовать этот опыт и действительно открыть то что приоткрыть то что ну как клад в саду да то есть у вас клад зарыт но вы как бы вот все не доходят руки его откопать и вот на самом деле когда вы прикасаетесь к этим знаниям вы вспоминаете то вы чувствуете насколько мудрость именно такая внутренняя мудрость начинает происходить в вашей жизни вот этот связь с духом с душой связь кристаллизует у вас именно внутренний кристалл то есть это позволяет вся эта программа которая мягко проводит через эти пространства которые которые вы не открывали двери да вы обнаруживаете что уже поиск идет не вовне а поиск внутри и вот эта опора она через всю эту программу выстраивает вот этот кристалл огранка которого и происходит и уже нет поиска вовне вы уже чувствуете что опора внутри волшебным образом появилась и это ваш выбор действительно найти эту опору внутри и тогда уже никакие цунами никакие изменения никакие перемены уже после этого ну и не пугает вас наоборот мы как бы развиваем любопытство которое было в детстве но как-то немножко приглушилось уже во взрослом состоянии да и вот это любопытство а что будет на модуле а что они придумали а какие практики это все время как такое вот что-то вкусное которое приготовили и мы с удовольствием это попробуем да уже третий четвертый модуль ребята ждут а что эти тренеры придумали нам и всегда 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 происходит удивление о мы это не ожидали о потому что вот еще один файл да в вашем подсознании еще один инсайт вот происходит внутри вас что ценно что это происходит внутри вас это как бы не может не может никто дать потому что вы это делаете сами вот в этом и как бы мне кажется волшебство волшебство которое вы открываете эту дверь да мы лишь чуть направляем чуть вдохновляем своим примером потому что мы уже прошли через это и мы бережно хотим провести вас просто чтобы вспомнили кто вы есть на самом деле да да и добавлю то что название нашего тренинга открой мастера в себе как бы девиз да потому что мы пришли чтобы стать мастером чтобы прийти к этому соединению к этой вертикали и почувствовать внутри что божественный свет он никогда не замирал он никогда не исчезал он всегда в нас он всегда и вот этот свет зажечь чуть-чуть и ярче чтобы это чтобы он светил другим людям на самом деле большую большая радость и и счастье нести этот свет для всех страждащих и люди чувствуют да что изменяется ваше пространство изменяется энергетика и что-то новое вливается в вас а это именно алхимия которая и происходит когда мы трансформируем искажения трансформируем ограничения в своем сознании и подсознании и усиливаем этот свет и пространство этого света даем ему больше больше пространства в своем сердце внутри себя шлифуя этот кристалл да я вот еще добавлю ты свет отметила про то что студенты заранее не знают никогда что их ожидают на модуле это вот ты правильно отметила и мы ребят стараемся над этим мы работаем над этим мы работаем и заранее всегда мы не анонсируем что у нас какая программа и когда люди приходят на модуль и говорят какая программа какое расписание часто так бывает и я всегда им отвечаю так что друзья наш модуль начинается в пятницу в 19.30 а завершается воскресенье в 18.00 вот это ближайшее расписание на модуль то есть вы приезжаете на пятницу и дальше мы проходим определенные процессы но вы об этом не знаете вот и это очень дает такое знаете такое любопытство а что же что же будет действительно что же будет и на каждом модуле у нас есть что-то свое очень особенное из практик из какой-то подачи какие-то разные у нас есть упражнения которые запускают процессы с одной стороны а с другой стороны даже если человек уже например бывает повторно проходит обучение у нас есть люди которые приезжают чтобы прикоснуться еще раз к этому опыту к этому к этой атмосфере и повторно приезжают обучаться на специальные условия для обучения повторно и даже они вроде уже знают все но все равно что-то в них внутри происходит и какой-то есть результат за которым они приезжают вновь у нас кстати в этом году нововведение это для тех кто уже закончил первый уровень получил сертификат мы открыто наша команда открывает возможность участвовать в модуле как волонтер ангел то есть это и не тренер и не участник это тот человек который уже прошел модуль и готов быть полезным в создании тренинга в заботе о студентах которые пришли и вот таком в поддержании процесса так что если вы уже прошли и хотите вновь вернуться на нашу орбиту уже в качестве волонтера ангела не просто слушать но еще и участвовать в процессе мы будем открыты к этому на первом уже два у нас ангела места заняты так что только в октябре выходного дня можем вас пригласить да это прекрасная возможность побыть с другой стороны да немножко поучиться почувствовать действительно как дается информация потому что когда ее слушаете первый раз вы не думайте как бы я это дал вы думаете о том как бы как бы это пройти да это как путь вот на гору такой трамплин как бы преодолеть этот трамплин существует небольшой как справиться да как справиться а вот когда уже второй раз то вы думаете а как бы я провела это интересное такое исследование Это как диссертация, можно сказать, для ребят, которые уже с другой стороны, так сказать, имеют ключ к этим тайнам и учатся тоже их проводить людей в это сакральное пространство, где и происходит алхимия, внутренняя такая трансформация. Да, и для вот ангелов-волонтеров, для них вот эта вот алхимическая кухня, она чуть-чуть приоткрывается, но для тренеров она полностью открыта, вот так как мы сами участвуем, добавляем ингредиенты, вот, а для волонтеров-ангелов это такое приоткрытие, что же там происходит, вот, очень интересный опыт, очень-очень такой ценный. Для тех, кто еще к нам не зарегистрировался, не записался, еще раз повторю, что в эту пятницу, 16 сентября, у нас новый поток, первый модуль, пройдет он в подмосковном отеле «Планерное». Ну, все обычно спрашивают стоимость, стоимость 17 900 за один модуль выходного дня, стоимость входит проживание, питание и само обучение на модуле. Кто хочет подробностей по программе, может быть, там есть разные варианты обучения, команда, познакомиться с командой, напишите в директ, или пока он школа Амритнам, сюда, или напишите мне makarov.yoga, я вам все пришлю и все вам расскажу, подробно расскажу. Ну, а теперь, наверное, у нас медитация? Да, если вопросов нет, а я вот не заметила, что были какие-то вопросы. Да, ну, можно на вопросы оставить, если кто-то захочет сейчас написать, а мы после медитации тогда ответим на вопросы. Хорошо. И тогда садимся ровно, руки-ноги не перекрещиваем, как вам удобно, выкрываем глаза и ныряем в ощущения своего тела. Почувствуйте себя здесь и сейчас. Мы начинаем медленно, плавно выдыхать все напряжение, все события дня, соединяясь все глубже и глубже с собой, с собой любимым, с собой любимой. И наше внимание скользит в пространство сердца. И с каждым вдохом и выдохом мы погружаемся больше и больше вглубь своего сердца. Открывая лепесток за лепестком, дверь за дверью, в храм своей души. Почувствуйте такое пространство. Может быть, как большой зал, может быть, как поляна лесная. Почувствуйте, что вы очутились в пространстве своего сердца, где горит алтарь, где горит огонь. И мы сейчас приглашаем нашу бесконечную, мудрую, световую часть. Душа моя, я зову тебя. Мы приглашаем эту часть, как гость, прийти в храм. В храм нашего сердца. Почувствуйте и откройте объятья для этой своей части. Дышите, раскрывая все больше и больше пространство своего сердца. Медленный вдох и медленный выдох. Ощутите и почувствуйте пространство безусловной любви внутри себя. Как такой золотой свет начинает просачиваться. И мы вдыхаем, распространяя все больше и больше этого золотого света в глубине своего сердца. Мы дышим, усиливая этот свет внутри. И с выдохом мы распространяем этот свет вовне, наполняя все свое пространство вокруг себя. Это поле энергетическое, ауру. Мы вдыхаем и чувствуем, что пространство золотого света расширяется внутри нас. С выдохом мы выдыхаем, перенося этот золотой свет вовне. Несколько вдохов и выдохов. Просто чувствуйте, как меняется пространство внутри вас. И происходит эта алхимия. Этот золотой свет начинает расширять пространство вашего сердца. И самая сильная энергия – это энергия любви. Золотой свет несет безусловную любовь, вымывая все энергии боли, страха, сомнений. Чувствуете, как это пространство расширяется и уходит. Энергия низкой чистоты, такие, как страх, сопротивление, сомнения, конфликт. Просто больше и больше открывается пространство света и безусловной любви. И почувствуете, что этот золотой свет, он распространился по всему телу. Почувствуете его в каждой клеточке себя. Он активирует все процессы. Он активирует и наполняет энергией ваше тело. Почувствуете себя в таком волшебном облаке золотого света. Как будто вы дома. Как будто вы пришли. Какое-то очень теплое и уютное место. И мы продолжаем дышать медленно, глубоко, еще больше расширяя застанку этого света. Еще медленный вдох и медленный выдох. И из своего сердца пошлите золотую нить в сердце Матери-Земли, как благодарность за ее поддержку, любовь на этой планете. За то, что она питает нас в каждый момент нашей жизни и наполняет пронической энергией. Мы просто посылаем ей благодарность и любовь. И чувствуем, как Великая Мать Гайя открывает объятия для нас. Она ценит каждого из нас, кто пришел в это время помочь планете пройти этот квантовый переход. Откройте свое сердце объятием Гаи и почувствуйте себя любимым и любящим на Земле. И мы возвращаемся в свое сердце и призываем в свою звезду, в свое высшее Я, открывая объятия своего сердца в этой световой звезде, этому свету. Мы приглашаем наше высшее Я вести нас, поддерживать на пути. Из своего сердца мы отправляем золотую нить этой звезде с благодарностью за руководство, высшее руководство. Мы чувствуем, как Высшее Я направляет нам свой свет, как большое солнце, обнимая нас, чувствуя нас и всегда поддерживая. Почувствуйте, что ни на секунду мы не остаемся одни. Мы всегда поддерживаем. Мы всегда любим. Из этого состояния расширения мы выразим такое намерение, как коды водолея, намерение, куда мы вложим энергию. Я любим, я любима. Я соединяю свою свободную волю с Божественной волей. Я настраиваюсь на Божественную волю, открываясь, чтобы творить, чтобы быть руками Бога. Я принимаю и почитаю себя и все части себя. Второй принцип в творении. Третий. Я открываюсь изобилию и процветанию. Я открываюсь новому опыту и новым возможностям. Я соединяюсь с гармонией внутри себя. Я отпускаю энергию внутренних конфликтов, отдаю земле. Я открываюсь в гармонии внутри себя. Четвертый принцип. Гармония, гармония, баланса. Пятый. Я открываю желание доверять своей интуиции. Я открываюсь, чтобы соединиться с Высшим Расом и проводить поток истины и мудрости на земле. Пятый. Шестой. Я божественный свет. Я искра Бога. Моя душа. Частичка божественная. Мне не нужно доказывать, что я божественная. Я божественная отрождение. Я божественная свет. Я божественная любовь. Я божественный ребенок Бога. И седьмой принцип. Я отпускаю все, что ограничивает мою жизнь. Все, что ограничивает мою жизнь. Я открываюсь в трансформации. Я приветствую все новое на моем пути. Прошлое прошлое. Я отпускаю все, что не служит моей жизни и моему сознанию. И заикарите, пожалуйста, это состояние в сердце Матери и Земли. И делитесь с сердцем Земли, этим состоянием. И заикарите глубоко в сердце, в своем сознании. Чувствуя и вспоминая, кто вы есть на самом деле. Побудьте. Побудьте в этом состоянии столько, сколько захочется. И когда будете готовы, мягко соединитесь своим физическим телом, с моментом здесь и сейчас, с этим пространством и временем на планете Земля. Такая небольшая медитация даст возможность вам почувствовать себя. Уверенном, спокойным, удовлетворенным и соединенным именно с собой. Спасибо, Света, спасибо большое, так здорово было. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо всем, кто присоединялся, кто слушал меня. Всегда рады видеть вас в наших проектах. Спасибо Олегу, что пригласил меня на эту встречу. Очень приятно быть в этом любящем пространстве открытого сердца, где мы можем делиться дарами своей души и открывать их вновь и вновь. Света, большое спасибо тебе за медитацию, за сегодняшний эфир и за то, что твое сердце открыто и ты очень поддерживаешь дух учения школы. Я очень ценю, что ты в команде тренинговых одного дня. Большое тебе спасибо. Спасибо всем, кто у нас участвовал сегодня в эфире, кто присоединялся, кто смотрит записи. Напомню, что мы ждем вас на обучении и будем рады видеть вас на всех мероприятиях с нашим участием. И встречаемся на пути духовного развития с Аднамом. Да, у нас прекрасный план впереди. Спасибо, благодарю. Все, всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok